Перед началом пленарной части гостей провели на выставку. 13 нефтекамских компаний представили свою продукцию. Среди них молочная кухня, нефтекамский мясокомбинат, организаторы школьного питания П.У. Мурпаева и Грант. Форум провели в городском центре культуры. На открытии участников приветствовала заместитель главы администрации по социальным вопросам. Рады вас приветствовать в нашей гостеприимной нефтекамской земле. Большие-большие пожелания классной и хорошей работы вам от главы нашего города Эльдара Сергеевича Валидова. Надеюсь, что сегодня мероприятие, наш форум операторов питания даст нам ответы на все возникающие вопросы, даст нам направление для того, чтобы мы продолжали развиваться, продолжали делать нашу республику, питание наших детей в республике лучше с каждым годом. В последние годы нефтекамские предприниматели стремительно развиваются. Качество их меню высоко оценивают не только школьники и их родители, но и руководители республиканских организаций. Это была Башкирская гимназия. Первое место занимала и отлично себя представила на всероссийском этапе, на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». В этом году это 17-я школа «Взлетай» также является лидером и первое место заняла на республиканском этапе в номинации «Лучшая городская школьная столовая». И вам, уважаемая администрация, уважаемое управление образованием, огромные слова благодарности. Глава администрации подробно рассказал о том, как именно у П. Мурбаева и Грант делают школьное питание качественным. Предприниматели регулярно проводят дни открытых дверей для родителей. Взрослые могут оценить блюда из повседневных обедов и эко-буфетов. Кроме того, в столовых часто проводят мастер-классы для всей семьи и дни национальной кухни. Многие моменты гости взяли себе на заметку. «Важаемая задача для нас является учет потребностей тех детей, у которых имеются определенные ограничения по здоровью, которые требуют коррекции питания. Таких детей, к сожалению, с каждым годом становится больше. И диабет, и аллергия, и аллергия на те или иные продукты, ну еще и другие заболевания требуют, конечно же, особого питания». Но есть моменты, которые еще требуют доработки. Главная цель форума – повысить общий уровень организации школьного питания. Рацион напрямую сказывается на общем состоянии здоровья учащихся и их успехов в науке. «В первую очередь, потому что, конечно же, это физическое здоровье детей, физически, эмоционально. Это то, что позволяет нашим детям активно расти, развиваться, показывать хорошие успехи в учебе, в работе, в спорте, в других направлениях. И ту работу, которую мы выполняем, опять же, при очень чутком и плотном участии всех вас – это очень важная работа. И здесь координационная работа, наверное, всех введомствах. Здесь мы как раз с Министерством образования выступаем». Участники форума обсудили не только качество самих блюд, но и внедрение цифровых технологий. В частности, карт школьника, электронного буфета и системе БРСК. Особое внимание также уделили законодательной стороне вопросов организации питания.